всем доброе утро сегодня у нас 15 но 4 17 года и мы выезжаем едем запорожье едем маме короче едем реально на пасхальные праздники что для нас очень является таким необычным это такие ранние подъемы сегодня в 3 часа ночи поэтому сейчас будем приходить потихоньку в себя сейчас покушаем и будем уже чухать ну в общем короче будем ехать я думаю что это будет время для семьи очень полезно и интересное и такое святое время святое время будем двигаться потихонечку сейчас пьем кофе и будем выходить уже у нас такая мечта с юлией было и цель встретить в необычном месте рассвет так вот я сейчас могу завичу у нас это получилось реально получилось шикарный крутой разведу очень классный просто бомбастер новая реклама бмв для пасхальный до рассвет пасхальный рассвет красивый четкий супер во время пасхи даже рассвет особенный настолько это не важны и очень крутые дни едем запорожье дорога такая конечно и самая хорошая есть такая шутка но это шутка как реальность сошел снега с ним асфальт хорошая шутка бабушка с ангелиной спят спят усталые бабушки все нормальные ребята выходят попить кофе ненормальные ребята и девчонки на рассвете проверяют уровень масла в двигатель и мы к таким относимся потому что есть такая нужда померить этот уровень масла недавно была проблема такая блин вообще короче приехал на и ствол поменять масло меряем а масло нет просто ушло нам на заправке девушка кулечек за одну копейку подарила спасибо девушка все серьезно вот так вот девушка за копеечку звездой стала нормально все на проживание интернете нормальная вещь мы едем запорожье уже где-то на протяжении сейчас скажу вот это за туп такой выхали во сколько мы 4 побьем кофе из колхозного автобуса какой-то чувак такой красивый вышел с бабочкой модель такая выжил очки костюм сладками кулечек а в кулечке бабушки пирожки несет такие заправщики на суровые бензин подплевывает зимой прокат присадку тихо собака ли у нас ты у них собака я хочу сказать тем кто собирается ехать запорожье 10 раз подумайте перед тем как это делать что дорога такая не знаю что там рассказывают про пути длинные короткие весна реально пришла снег ушел и асфальт ушел так что ерунда это все кто едет запорожье вообще кто по украине ездит дорогие накопите терпение нервов колес ходовки потому что по украине путешествовать это просто вообще капец ну на как кому-то но я в этом убеждаюсь просто уже который раз а сок выкидай куда хочешь какие дороги такой у нас будут отношения к этой стране бросай в окно плюнь сверху на упаковку вообще еще сверху тут блангелина бубну хоть и номер оставь скажи мы не боимся мы в ответе за свои дела позвоните мы расскажем вам почему мы такие злые песок вырывается смотрите песок вырывается из свои будки ему мешает кирпич дайте мне выйти вы единой такая семейка у нас сильно ну вообще любим жизнь очень сильно чтим вообще вот такие поездки семейные мы едем в маме к моей в запорожье и ценности они дороже дорог до дороже дорогого топлива реально нужно находить сюда внимание для самых главных вещей это один из принципов вообще не только хороших семей крепких семей а высокоэффективных людей поэтому мы решили уделить внимание моей маме которая сама в запорожье живет такая же все не сладко в том плане что одиночество кого бы не было там красивая крутое навороченная тому людей она бывает разная все равно грусть и печалька от 1 лучше быть нищим но с кем-то чем все уметь и быть одному лучше все уметь и быть не одному до 7 ну то что же я сказал она не услышала вышли передохнуть немножко по дороге запорожье цветы какие-то дорога и вдруг цветы кто знает что это за цветы напишите в комментариях поле с цветами я не просто видел я нюхал в общем мы приехали в запорожье наехали слава богу все это свершилось похоже на лондон круто что мы приехали в запорожье наконец-то я уже ждал прямо просто ждал когда мы доедем что папе то есть маме да ей что вот она позвони папе позвони маме позвони что вы скажете что она не а ну а а христос воскрес христос воскрес христос воскрес едем церковь сейчас пойдем запорожские церкви бомбить хорошем смысле слов бомбить наверное сегодня после церкви поедем на хортицу поедем посмотрим с хортица с этого острова на вид реки могучий днепра потому что в киеве не успеваем посмотреть только с мостов когда торопимся едем куда смотрим а так конечно не особо побывали в церкви и сейчас приехали на хортицу приехали на хортицу будем искать тут что-то интересное потому что ну знаем что тут что-то такое должно быть остров все интересно у него большая история думаю многие знают но для нас сейчас хотя бы немножечко этой истории увидеть было бы уже замечательно прогулку нужно начинать с кофе сейчас пойдем ловаться за займем сейчас пойдем искать духа казаков сейчас такой за угла чувак чубом вид конечно находится серьезный очень красиво серьезный вид калалочка подошли к историко-культурному комплексу запорожская сечь моя видишь хотел споткать ссори ну наконец-то после минут 15-20 гуляний прогулок поисков мы нашли то что искали запорожская сечь вот как выглядело то место где они жили уйдем мы говорим а что там у людей у людей спрошу там они отсечь маша такой сечь ну реально я лично не заживу сечь ну что так смешно и стыдно но я не знал что вы сечь сень что это сечь а люди самое интересное что люди которые нам отвечают сами за ну сечь сечь то где они жили вот что это такое заходить общаться смотреть как люди живут здрасте прикольно вас это самый главный казак на сече его зовут рынка пускай мы рута зла обниматься супер продолжаем восхищаться красотой класс очень красиво запор 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 вот он он что не знаете ли кто что не знали кто это то лешко мне нравится их метки смотрите это атаман одного уровня это атаман другого а это атаман еще не дорос еще ничего на шее нету так как пояса в карате да да у тебя розовый пояс по пути не а юли еще нема а у али таки подобно есть одна передача интервью берут очень близко и на них вот быстро без раздумий известное лицо политическое особо там артист общение публичные люди известное они быстро вот я смотрела такую передачу когда как раз у олега ляшка брали это интервью и она представилась например там я олеся жураківська хочу вам задать деколька там питань давайте давайте отвечает 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 вот и она уже в конце говорит а скажите будь ласка а как меня звать я же питаю тому что я завжди как выхожу на интервью я же называю как меня звать а все такие ну как невнимательные ну вот что никто не запоминает не уважно и да выдают что вы там Олеся жураківська она как ну здорово ну вот она потом говорит у нас есть такая невеличка традиция мы бьемося яйцем это знаете как на пасху вот мы не варене будет вас выбирайте я к вам и давайте бойтесь а кто кого ну и вот он взял свое яйцо она по нему день у него яйцо целое у него развита на ну шо ж новый молодец вас гарна памятник и крепкие яйца меня жутко-дога мама юмористка у меня слыхали икраки яйцо мы приехали в гастро поп крыша в запорожье на наше любимое заведение тем вот запорожье обязательно есть именно в этот папу он находится в торгово-развлекательном центре аврора чем он интересен ну во первых это конечно теплый приятный интерьер во вторых очень классный вид у этого заведения очень классный вид потому что это панорамный ресторан я не буду подходить к окну ну в общем скрыши вид на весь город на запорожье и 2 это реально вкусная еда реально вкусная еда она не стоит тех космических денег за которые которые могут взять за такую еду в другом ресторане реально тут доступные принципе цены более-менее с учетом того насколько реально еда вкусно но и скажем так совокупности всех этих факторов ресторан выглядит очень выигрышно на фоне других заведений поэтому рекомендую и мы всей семье рекомендуем вам постить гастропов крыша третий финальный день и мы уже находимся в днепропетровске центре города уже выехали запорожье сейчас по дороге домой в киев решили завести маму мама едет на конференцию на стадион ребенка возьму на руки и думаем погулять еще по днепру вот это вот известное место мост сити центр это такое центровое место в днепре сейчас пойдем прогуляемся по центру по самому днепру симпатичная последний раз тут был по моему если память не не меня память не подводит 8 лет назад но реально городе есть что посмотреть прикольный центр тачка пойдем посмотрим солнышко так вот может что-то прикупим сейчас кофе очку попьем реально там покушаем что-то что-то сделаем сейчас такое прикольно заходим сам мост ну хотя в киеве конечно видел много разных людей но чуваков с синими волосами а чё ты сюда идешь и она яйца я не наблюдал чуваков с синими волосами в киеве в днепре таки есть на такие яйца классные яйца я в шоке вообще туалет короче днепре 5 рублей просто гениально город для тех шикарный кран просто бесконтактный очень крутой просто просто поднесите руки вы поняли просто в днепропетровске просто за пятерку кран никто не починил а так просто только руки преподнести ну давай шо спасибо еще с десятой попытки только короче город которым можно сильно разбогатеть на том что ты будешь делать туалеты короче в следующий раз вместо того чтобы в мост за 5 рублей сходить в туалет я под мост хожу бесплатно и вот наконец-то выйдя после грустно выйдя из грустного туалета мост city центр мы нашли что-то красиво как не в киеве везде и вот мы нашли это место водопад представляете себе водопад в украине есть водопад причем не нужно ехать из города вот она обращение последнего президента украины к своему народу что вы скажете на пасху уважаемый президент как же вы добро цвета и нынька украина как бы таки дороги я пося набережно то можно и жить на текать до польши в таком красивом реально месте зашли на верхушку какой-то какой-то памятник симпатично просто нынька украина радует дорогами просто дороги великолепные вообще вот у меня такое впечатление просто страшная дорогах реально вот просто чтобы эти дороги любить эту страну съед реально вот этими дорогами надо реально молиться короче уши но просто не куча и вообще просто дичь дичь как так можно просто ну как можно небольшую передышечку сделали с юлия решили посмотреть на закат шикарный просто закатом не знаю видного вот так вот наверно видно вот такой там закат красиво красивый иду гуляю размышляю жизни по неделе грядущей очень много говорим о том чтобы вообще о том чтобы жизнь она была наполнена смыслом чтобы она не потеряла свою красоту свой истинный блеск и время она была наполнена чем-то очень важным потому что каждый из нас приходит на эту землю не просто для того чтобы заработать денег для того чтобы дом построить работать детей сделать и продолжить как-то свое дело не каждый из нас приходит потому что на этой земле на этой платформе есть некоторые задания дела для которой бог нас сюда послал следующий вид Но я убежден, что те люди, которые истинно хотят реализовать свое предназначение, увидеть его, открыть, то для таких людей оно открывается. Бог открывает для таких людей, которые ищут, которые стараются на каких-то определенных этапах своей жизни не просто что-то поменять, а на самом деле увидеть ту картину, для чего это все. Увидеть и понять, и ответить на вопрос, зачем это все. И вы знаете, я убежден, что для того, чтобы у тебя получилось открыть это, для начала нужно просто что-то делать. Так как если ты не будешь ничего делать, если ты не будешь ничего пробовать, если ты будешь думать, ну, откроется, или кто-то расскажет, или там, родители вот мне дали, и вот это вот то, что они мне дали, это то, что мне нужно. Не всегда так, но однозначно нужно делать. И тот человек, который будет это делать, 100%, он откроет это, 100% он это откроет, потому что у каждого есть свой талант какой-то определенный, или несколько талантов. У каждого есть своя какая-то специфика мировоззрения, специфика жизни, специфика обыденности, и какая-то, может быть, картография своих мыслей, которые там человека перемещает из одного места в другой, из одной страны, или там из одного города, из одного состояния в другое. Я убежден, что есть нечто большее, чем просто жить, работать и все делать то, о чем я сказал вначале. Я убежден, что каждый человек, он должен реализовать, и он реализует. Нужно просто делать, сильно хотеть, жаждеть этого, и это откроется. Как понять, что твоя жизнь, или твоя жизнь, она реально наполнила вот этим святым, и в твоей жизни есть Бог, и что-то божественное. Это легко понять по тем людям, которые тебя окружают. То, насколько ты благотворно влияешь на окружающих, это и есть коэффициент наличия Бога в твоей жизни. Вот и все. Все очень просто. Это не твои молитвы, это не то, как ты рассказываешь, это не то, как, быть может, ты что-то сделал кому-то когда-то. Это на фоне твоей повседневности то, как чувствуют люди себя рядом с тобой. И то, как ты влияешь на их жизнь. Вот и весь коэффициент. И Иисус, чему Он обучил нас, и в честь чего есть такой праздник, который мы отмечали на эти выходные дни, как Пасха. Это день, когда Господь наполнил нам о том, что Он пришел в облике человека. Прожил свою жизнь. Сделал это безупречно. Не умер на кресте. Понес все грехи и нас, и наших предков, и наших детей, будущих на себе. И это стало венцом и объяснением того, в человеческом теле, будучи человеком, реально нести огромное влияние, благотворное на людей. Поэтому хочу всех поздравить с Пасхой, сказать всем, не останавливайтесь, идите вперед, двигайтесь, развивайтесь, ищите, трудитесь, работайте. Потому что если не трудиться и не пытаться что-то увидеть, распознать в процессе движения, сидя на стуле оно не откроется. Сто процентов.